А народные избранники наблюдали за митингом из окон кулуаров, вооружившись дополнительной охраной и заблокировав входы и выходы. Тем не менее, на повестку дня события на улице особо не повлияли. Что обсуждали и за что голосовали депутаты, давайте узнаем. К сессионному залу Нарде пошли уже сквозь митинг возле стен парламента. Зайдя в кулуары, избранники в первую очередь настаивали на выполнении требований протестующих. Сегодня День Шахтарев. Более Верховной Рады забрали шахтари с Донецкой, Луганской, Львовской, Волинской областей. Они приехали за свои зарплаты. Это закон 8362. Я вчера на Координационной Раде ставил вопрос, чтобы его приблизили. Я надеюсь, что мы встанем проголосовать. Наша фракция будет поддерживать этот законопроект, чтобы людям повернули зарплату. Ну а парламент живет по своему регламенту. Там сначала выступление с трибуны народных депутатов, а уже после рассмотрения запланированных законопроектов. Возле Рады стали громче заявлять о своих требованиях. Шахтеры и афганцы попытались прорваться внутрь. До афганцев и чернобыльцев застосовали слезоточивый газ. Есть несколько людей утруненных. Они сейчас получают первую помощь. Они просто в распаде. Они в распаде через то, что их не чуют, и поэтому они змушены идти на кардинальные действия. Но вот выполнять требования протестующих, принять законы, выплатить задолженность в Раде не могут. Говорят, сначала Кабмин должен одобрить цифры. Это неможливо сделать. Одномоментно, я еще раз подкреслю, выплатить все, что сегодня уже есть боргом государства, неможливо. Это надзвичайно большие суммы. Это не может сделать никакой уряд. Нужно, еще раз скажу, договориться и принимать такую программу, и реструктуровать по годам, и выплачивать. Но там должна быть приоритетность. Кому в первую очередь? Тем временем, пока вернуть протестующим заработанные тысячи не могут, в Раде снова вспоминают премиальные миллионы, которые выплатили сотрудникам «Нафтогаза». Звертание к главе «Нафтогаза» Коболева. Вы получили 10 миллионов евро премии по стогонскому арбитражу, где мы до сих пор не получили ни копейки. Больше того, решение стогонскому арбитражу прекращено. Пане Коболев, я требую от вас, от ваших посадков, вернуть 20 миллионов евро, которые вы уже получили по решению, которое еще не выполняется. Мы требуем сюда негайно на ответ Коболева и энергетический блок уряда с некоторых вопросов. Первое вопрос – это формирование тарифов на газ. Второе вопрос – это фактически те оборудования, которые происходят с необликованным газом после схемы так называемой субсидии для населения. А между требованиями звучат и призывы, но уже законодательные анонсируют, что четверг снова станет результативным, будут голосовать за президентский законопроект о запуске антикоррупционного суда и, возможно, дойдут до законопроекта о нацбезопасности, если перед этим нардепы разберутся, что в законе. Текст проекта до второго читания уже есть. Он возгоден за участие представителей НАТО и Евросоюза. Коллеги, очень важно ухвалить этот закон до саммита НАТО, который будет происходить в липне этого года. Этот документ, в частности, ставит прессовое завдание на получение членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО. Законопроект, который был подан президентом по нацбезопасности, он писался с высокими эффективными НАТО, писался по стандартам НАТО. В процессе работы между первым и вторым читанием закон видосменився в некоторых частях до невпознанности. Сейчас мы даже в сессийном зале пытаемся понять, где поревняльная таблица и где остаточная редакция. На жаль, ее пока мы не видим. Там нет конкретных ответов. Это рамочный закон, который прописывает заявки и декларации. И не прописывает конкретных способов, как мы обеспечиваем, что наше войско, наши органы безопасности, дейдут до тех стандартов, которые мы декларуем при вступе в НАТО. Пока одни нардепы ищут окончательную версию законопроекта нацбезопасности, другие предлагают задуматься и об интимной жизни на законодательном уровне. В Радзе зарегистрировали документ, который запрещает публично демонстрировать сексуальную ориентацию. Мы очень толерантная нация. Будь ласка, каждый имеет право своего поведения, выражения или право на кохание. Это их право. Будь ласка, ориентуйтесь, как хотите. Традиционно, нетрадиционно. Повздовж, поперек, сверху вниз. Это ваше право. Только не делайте это очень публично и на очах детей. И это все нардепы обсуждали под продолжающиеся протесты у стен парламента. В сессионном зале с утра был культурный день. Голосовали за закон о поддержке кинематографа и регулирование деятельности культурного фонда. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Владимир Самченко и Евгений Камнинский. Подробности телеканал Интер. И еще одно решение депутатов. Снимать неприкосновенность с Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова пока не будут. Регламентный комитет парламента вернул спикеру представление. Причина в том, что нардепы не получили материалы ГПУ для ознакомления. Ранее я напомню, та же участь постигла и представление на снятие неприкосновенности с депутата Сергея Дунаева.